Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как обычно, в пятницу в это время мы подводим итоги недели. Много было, как обычно, событий, несмотря на лето. Жизнь кипит и во внутренней политике, и в международной. И сегодня мы как раз поговорим больше о международной политике. Целый ряд событий произошло. И ситуация вокруг парламентской ассамблеи Совета Европы, где те, кто следят за новостями, наверное, в курсе, после того, как было принято решение восстановить полностью в правах российскую делегацию, целый ряд стран Восточной Европы, делегаты приняли решение покинуть Страсбург и не участвовать в дальнейшей работе, по крайней мере, этой сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. 2 июля уже состоится первое заседание нового состава Европарламента. И об этом тоже поговорим. Сегодня мы будем связываться в таком формате телефонного интервью. Вот у нас сейчас будет на прямой связи, попрошу звукорежиссера связаться с помощником евродепутата Юрием Петропавловским. Он как раз должен быть скоро выйти с нами на связь. И тогда, да, вот уже Юрий на связи. Добрый день. Да, добрый день. Добрый день. Ну, может быть, начнем, может быть, с этого скандала, связанного вокруг парламентской ассамблеи Совета Европы. Тем более, что делегация парламентской ассамблеи от Латвии, четыре депутата, как раз были в числе тех парламентариев, которые, ну, не знаю, можно назвать ли это бойкотом, но, тем не менее, приняли решение покинуть Страсбург. Ну, это больше, чем скандал. Собственно говоря, это углубление кризиса европейской конструкции, глобалистской европейской конструкции системного кризиса глобализма, который, собственно говоря, его главный эпицентр, может быть, сейчас даже не столько Европа, сколько Соединенные Штаты. Борьба Трампа с империалиста классического и его сторонников против тех сил, которые превратили Соединенные Штаты по оценке идеологов трампизма, например, покойного Сэмюэла Хантингтона или живого еще Патрика Беккинина, бывшего директора по коммуникациям президента Рейгана, в первое государство, оккупированное проголобалистскими силами. Вот их оценка, да, вот в чем суть борьбы. Здесь, собственно говоря, мы видим еще один момент из противоспектакля или трагедии, травмы, гибель богов, Вагнер. Обратите внимание, откровенно высказываются украинские делегаты, многие политики о том, что решение было принято без них, и за них, собственно говоря, это решение принято было Германией и Францией, в первую очередь. Единогласное голосование германское и французское, не только германское и французское, у многих делегаций, в том числе, как не анекдотично, Словакия, которая покинула, эти же делегаты, депутаты, проголосовав за восстановление права России, российской делегации в ПАСЭ, затем покинули вместе с Грузией, Литвой, Эстонией, Польшей и всеми прочими зал заседаний. То есть это довольно абсурдно. Но Словакия находится в особом также положении, потому что, с одной стороны, она препятствовала, возможно, наши радиослушатели помнят, второму потоку Nord Stream, а сейчас она выступает за, потому что Словакия обещана. И, собственно говоря, довольно логично. Разницы, за какой транзит Словакия будет получать свои дивиденды, от транзита российского газа, собственно говоря, нет. Через Украину или через Германию на юг. Поэтому там еще один аспект такой экономической, маленькой геополитической игры. Но Германия и Франция приняли свое решение. Британия, собственно говоря, присоединилась к ним, как ни парадоксально, невзирая на все громкие крики недовольства и последнего призыва госпожи Мэй прекратить к президенту Путину деструктивную политику, однако решение было принято большими игроками. И обратите внимание, что фактически все покинувшие в какой-то части за вычетом Словакии этой делегации представляют государство, являющееся по оценке европейских, проевропейских, я бы сказал, политиков, американским, троянскими конями внутри Европейского Союза и европейской конструкции. Это агенты влияния Соединенных Штатов. Правда, довольно непонятно, каких именно Соединенных Штатов. Если Штатов Дональда Трампа... Да, но об этом мы еще поговорим. Да, вот все-таки, тем не менее, вот на ваш взгляд, а насколько России было вообще важно работать в ПАСЕ? Ведь мы знаем, что, ну, если говорится совершенно откровенно, так, может быть, неприлично говорит, но Парламентская ОСАУ уже давно ничего не решает, но она какие-то рекомендации выпускает. Сама Латвия практически эти рекомендации игнорирует. Вот насколько вообще было важно для России оказаться внутри вот этой ПАСЕ? Ну, Тябик, я напомню еще раз. Люди вот часто так задают вопросы, а можно ли обратиться в Евросоюз, там, пожаловаться на что-то, что-то потребовать. Нет такого места, как Евросоюз. Вот, в принципе, да, это сумма договоров, это Лиссабонский договор и договор о функционировании Европейского Союза. И эта конструкция состоит из трех, так сказать, трехглавой Змеи Горыныча или Дракон, кому как больше нравится. Это Европарламент, который избирается в прямую гражданами стран Евросоюза, и где депутаты представляют тех, кто за них голосовал. Они не представляют государство, они не представляют правительство, они не представляют парламенты этих стран, они представляют своих собственных сторонников. Это законодательный орган, который, правда, не имея права законодательной разработки законодательных норм Евросоюза, однако, инициирует их, затем направляет Еврокомиссию, которая уже разрабатывает их. И это вторая часть этой конструкции. Но затем любой европейский законопроект, разработанной Еврокомиссией и поддержанной Советом Европейского Союза, без утверждения Европарламента не может вступить в силу. Третья часть – это Совет Европейского Союза. И вот тут возникает путаница. Оба институции, Совет Европы, куда входит и Россия, и Узбекистан, и Узбекистан, и Узбекистан, и Узбекистан, и Узбекистан, он находится в Страсбурге, и он имеет весьма отдаленное отношение к Европейскому Союзу. Это с самого начала была такая, вот парламент, от слова «парле» говорить, представлены там делегации парламентов, существующих на момент формирования в соответствующих государствах. То есть они представляют в известной степени государство. И с этой точки зрения, сказать, что он обладает, или обладал когда-либо, какими бы то ни было правами законодательницы, регулирования, или даже введения серьезных санкций или репрессий, это не соответствует реальности. Это скорее площадка, так сказать. Для диалога, да. Ну, предположим, полилога, я бы сказал. Диалог – это все-таки между двоими. Ну, да, да. И репутационная площадка, как сказать, для крутизны. Это некий бантик. Собственно говоря, для России, по моей оценке, достаточно серьезно то, что невзирая на многочисленные формулировки такие довольно забавные, я бы сказал, например, глава немецкой делегации, которая голосовала единогласно в основании прав России, Андрей Сник, в своем интервью Deutsche Welle заявил, объяснил вот эту позицию таким образом, что позиция немецкой делегации, то есть, обратите внимание, Бундестага, представитель Бундестага, высший законодательный орган Федеративной Республики Германия по Украине, Крыму и так далее, и так далее, остается неизменным. Но мы считаем, что Россия должна остаться членом Совета Европы со всеми правами и обязанностями с целью ведения диалога. То есть, с одной стороны, мы как бы против, а с другой стороны, за то, чтобы Россия оставалась, это признание того, что вот этот фокус не удался. То есть, демонстративные репрессии в отношении одного из крупнейших государств мира, одной из крупнейших экономик мира и одной из крупнейших военных держав мира не состоялись. Они оказались безрезультатными. И, собственно говоря, по моей оценке, это расписка в том, о чем я много раз говорил. Наступают времена реалистической политики, времена отрезвления. Это скорее можно расценить, как вот попытались, извините, выпороть Россию, высечь, еще на одной площадке, и не вышло. Важная такая тема, тоже в контексте России, вот это обострение российско-грузинских отношений, как мы знаем, даже было принято решение запретить полеты в Грузию. Вот чем это все закончится, на ваш взгляд? Ну, это там очень сложно предсказывать, потому что, ну, извините меня за резкость и прямоту, но поведение, я сейчас не вспомню его фамилию господина, который вот депутат Российской Госдумы, Гаврилов, да. Или Герасимов, да. Герасимов, да. Да, фигура, согласитесь, ну, кто о нем слыхал, извините. Мало кто. Но человек сумел устроить бешеный совершенно скандал, совершенно, он напоминает мне ребенка, который вошел в какую-то комнату, оружейную палату, да, и взял заряженную винтовку и нажал на курок. Селенок хватило. То есть продумывать, что в этой ситуации крайне нестабильной, многоаспектно, вот этой борьбы цивилизационной, проамериканских сил, в антиамериканских сил, изоляционистских, проевропейских. К тому же я напоминаю, что, собственно говоря, в Грузии, знаете, национальность грузин, это довольно условно. Там есть мегрелы, есть картрелы, есть кахетинцы, есть сваны, и там множество. Это не совсем клановая конструкция, да, это, предположим, не Ольстер, но это совсем не то, к чему мы привыкли здесь и на пространстве, так сказать, условно-традиционной, географической Европы, границы, которая, напоминаю, проходила по Северному Кавказу. Цивилизационно-то не так, но географически так. И вот влезать в такую ситуацию, совершенно не просчитывая, не продумывая последствия, это невероятно, откровенно говоря. И поэтому, если кто-то, что-то на таком уровне еще отмочит, то вот в этих взрывоопасных регионах, которые Сбигнев-Гжезинский покойный ныне называл Евразийскими Балканами, там все что угодно может быть. Поэтому я не берусь предсказывать слишком много акторов, которые совершенно непредсказуемы. Да, ну здесь, наверное, больше прогноза можно сделать по близкому теме, связанному с Европарламентом. 2 июля будет первое заседание Европарламента. Мы видим, что три основные группы, видимо, будут пытаться играть основную роль. Социал-демократы, естественно, Народная партия, либералы. Вот как вам видится эта картинка? Знаете, не выйдет. Основную роль, да. Но по итогам Европарламента, я напоминаю, что раньше была ситуация, право-лево, ну такой гегемонии. Не будем называть это диктатурой, но фактически при... Они контролировали Народная партия и социал-демократы, да, посуществуют? Да, Народная партия и социал-демократы вместе. Сейчас, напоминаю, результаты выборов. Народная партия потеряла 37 голосов, между социал-демократами 32, либералы и конфессивативные либералы набрали 37. И вот сумма получается такая, что вместе предыдущие гегемоны имеют 332 места, это, причем, напоминаю, впереди еще Брексит. То есть уйдут британские консерваторы. Соответственно, не только оттуда, но это неизбежно. уйдут ли баристы, которые, вы знаете, потерпели там историческое просто поражение, их влияние этих групп в новом переделенном Европарламенте еще больше снизится. Соответственно, социалы-либералы, которые нарастили свое представительство на 37, в сумме сейчас обеспечивают 438 мест Европарламенту, что является большинством. Но наша группа Зеленая и Ефа имеют 75 мест. Плюс 3 наших товарищей по партии Европейский Свободный Альянс фламандцы в силу межличностных, к сожалению, напряженности идеологических, они правые экономические, они противники миграции открытых дверей, а наши товарищи из Испании, они скорее сторонники, так сказать, открытой Европы, и они левые. В силу этого трое наших находятся в группе консерваторов, но это тоже резерв голосовательный, потому что мы все равно члены одной европейской партии. Соответственно, мы находимся сейчас на четвертом месте по влиянию. И в этом случае, вернее, в случае серьезной, как, например, предстоящее голосование, если оно вообще состоится, поскольку кандидата пока Советом Европейского Союза не представлены единого президента Еврокомиссии, не факт, что вообще 2 июля кто-то будет утвержден. Времени осталось очень мало. И будет ли кого утверждать? И в этом случае, учитывая противоречия, существующие между консерваторами и все равно в любом случае социал-демократами в разных странах, плюс противоречия, например, опять же, по политике открытых дверей, по миграции, либералы с большим трудом договорятся с консервативными либералами. то есть в этом отношении роль других фракций резко возрастает. То есть сейчас будет такая игра сложная и, скорее всего, весь предстоящий созыве парламента пройдет в ситуационных альянсах по принципу «ты мне, я тебе», извините за прямоту. И здесь есть во что играть, потому что те же самые, скажем, интересы русского населения Латвии, негражданство, язык, школа, образование. В такой ситуации мы можем выдвигать через механизм. ЕФА однозначно, Европейский Сорвенный Альянс поддерживает, затем по отношению к «зеленым» мы уже выдвиганием консолидированы. Я напоминаю, что один депутат Европарламента говорит, что он может. Я напоминаю, что так называемый доклад Мирослава Митрофанова, который замещал, ну, как сказать, перенял мандаты, тему Татьяны Жданок в предыдущем созыве социально-политической и экономической стратегии Евросоюза на предстоящие годы совершенно неожиданно был, скажу вам честно, был не только поддержан уникальным большинством голосов, совершенно неожиданно он уже поддержан Советом Европейского Союза, чего никто не ожидал. Мы ожидали сопротивления ожесточенного. И совершенно неожиданно он поддержан Еврокомиссией. Он уже стал Евродирективой в ударные сроки за три месяца. А что это вот поменяет, если так, что пояснит нашим радиослушателям вот этот доклад Митрофанова, потому что, ну, красиво звучит так, что... Это уже не доклад, это Европейский. Это уже теперь директива стала, да, да. Может быть, буквально один, два, три... ее, так называемую, имплементацию. То есть, это стратегия теперь уже официально Европейского Союза, суть которой сводится к политике сверху из Брюсселя проведение выравнивания социально-экономических условий в странах Евросоюза. Например, сейчас в Латвии применяется такое понятие, как минимальная потребительская корзина. Она составляет, знаете, это, не знаю, трагичное или не экзотичное... 64 евро, да? Да, 65 евро. Минимальный гарантированный доход. Это можно жить. Джимеи, да. Ну, конечно, нельзя, да. Теперь бывший доклад теперь уже официальная политика Европейского Союза включает в себя условия того, что минимальные доходы пенсии или пособия или зарплата должны соответствовать не этим анекдотическим показателям, а реальному минимальному прожиточному минимуму, на которой действительно можно жить в каждой стране. Совершенно нереально, как некоторые думают, назначить из Брюсселя пенсии, пособия и зарплаты минимальные в Латвии или на Майдзе. А многие перед выборами обещали. Ну, да. Но это из области, мягко говоря, фантастики. Не хочу говорить, что это бред, потому что, наверное, все-таки люди как-то думали, зачем они это делают. Но это, естественно, бред экономический, потому что кто-то за все это должен платить. Естественно, немцы или голландцы не собираются платить за то, чтобы у нас здесь было хорошо, как у них. Но выравнивание в соответствии с реальными стандартами, доходами, стоимостью жизни в каждой стране, вот это теперь стало неизбежным. Это сделал не просто один депутат, Мирослав Митрофанов и его команда, вот наши помощники, советники, кто готовил это. это состоялось благодаря тому, что он входит в группу Европейского Свободного Альянса, который оказывает решающее влияние на внутри уже общей группы Европейский Свободный Альянс «Зеленый», а та, в свою очередь, уже в условиях кризиса, я подчеркиваю, именно благодаря, почему это состоялось? Благодаря кризису. Это торговля. Ну, как сказать, удалось продавить. Еще, да. В предыдущем созыве это было невозможно. Подчеркиваю, мы ожидали ожесточенного сопротивления, как на уровне Совета Европейского Союза, опыт такой есть, так и на уровне Еврокомиссии. Еврокомиссия очень не любит заниматься вот социальной политикой. Но все удалось. Но благодаря тому, что не просто один депутат, он работает в команде. Совершенно бессмысленно, а правда довольно экзотично за доклад Мирослава еще, когда он утверждался и становился позицией Европейского парламента, голосовало полностью в составе все делегаты, депутаты Европарламента от Латвии. Включая даже Националов. Все. Ну, потому что как бы им сложновато было бы объяснять своим избирателям, почему они против того, чтобы в Латвии условия жизни, пенсии и пособия, зарплаты стали бы более-менее нормальными. Это был довольно сложный трюк, я думаю, им предстояло, если бы они не поддержали. Еще, может быть, один вопрос в завершении, что касается актуальных международных событий. Сегодня переговоры состоялись в рамках двадцатки Трампа и Путина. Здесь еще пока только первая реакция, но я так понимаю, что какой-то позитив все-таки наметился. Знаете, двадцатка это тоже такая, как бы сказать, напоминает кубик Рубика. Ее можно вертеть по-разному и по-всякому, но в принципе событие укладывается в один трет, то есть самые реалистические политики, признание реальности такой, какая она есть. То есть безрезультат политика санкций, экономических санкций, репутационных санкций доказала свою неэффективность и безрезультатность. Поэтому, собственно говоря, я давненько был у вас в предыдущем эфире, но если вы вспомните, именно это я и предсказывал. Отрезление неизбежно. Да, может быть, еще тогда такой дополнительный вопрос, последний, очень важный, связанный, конечно. Я понимаю, что основные дискуссии еще будут в сентябре впереди по поводу судьбы памятника освободителям. Соответствующая инициатива, напомню, была передана в Сеймом, в Комиссию по иностранным делам и в Комиссию по образованию. Вы вообще верите, что дело может дойти до такого решения о сносе монумента освободителям? Думаю, что опыт бронзовой ночи в Таллине это ограничитель, который вряд ли будет преодолен. Это раз. Рига не Таллин, но там как бы хватило надолго, если вы обратите внимание, экономические результаты этого события для Эстонии стали достаточно тяжелыми. И с тех пор эстонская политика стала более, пожалуй, даже прагматичной, как это выражается, и осмотрительной, нежели политика латвийская. Думаю, что здесь большую часть, особенно учитывая период предвыборный, когда все это понеслось, как говорится, 75 процентов это попытка понравиться своим избирателям, но вы знаете точно так же, как вот Шадурский, который пошел в Абанк, украл, собственно говоря, у ВИСУ Латвии, ТБ, ДНН, угрозу ликвидации образования на русском языке. Те тянули, и тянули, и тянули, если вспомните, они не предпринимали никаких реальных шагов, они все время угрожали, что если то, Шадурский решил сыграть в Абанк по выборам и сделал. Итоги, все помнят, я думаю, он самый непопулярный в своем списке, вновь, уже, так сказать, почетно непопулярный депутат от ВИНа Тибы. Его партия потеряла на выборах в СИН, ТБ, ДНН потеряла, то есть вовсе не ожидает большинство латышских избирателей какой-то заварухи, напряга, накала, противостояния жесткого, неизбежных в этом случае очередных санкций со стороны России. Латвии очень есть за что, если захотеть. Кремле, если захотеть, очень есть за что взять и ухватить. Поэтому я думаю, что, ну, учитывая, конечно, что там персонажи самые разные, например, если КП, ВЛВ иметь в виду и всю эту историю интернет-партии собранной, как говорится, вот в интернете именно, там всякие персонажи есть. Однако, те же самые, например, специализированные ведомства, как Министерство иностранных дел Латвии, которые, вы знаете, радиослушатели, уже высказали свою позицию, что памятник находится под защитой международного договора. Там, кстати говоря, это не совсем и не вполне так. Там вообще-то захоронение находится под защитой международного договора. Однако, позиция МИД, это позиция как бы нейтрализации, эскалации этой проблемы. И сейчас, если кто-то всеми способен думать головой, думаю, что там кто-то все-таки найдется, глядя на результаты сессии ПАСЭ, глядя на развитие этой тенденции в отношении Германии и тот же самый Нордстрим, они должны отдавать себе отчет, что в этом случае Латвия откажется в полном. Ну, разве что Эстония, наверное, поддержит. Все. А это никому не надо. В большой Европе большим игрокам вот эта как бы игра в эскалации, наращивание военного противостояния с Россией на территории Балтийских стран, это интересная стратегическая игра с их точки зрения. Такое передавливание, кто кого он перепугает. Но реальный конфликт и реальная эскалация напряженности в Латвии с неизбежно вытекающими из этого политическими и экономическими последствиями это никому не нужно. Своих проблем хватает. Поэтому думаю, что господ в семье как бы должно охватить мозгов на то, чтобы оценить предстоящие перспективы и оценить рентабельность этой игры. Эта игра нерентабельна, выиграть на ней практически нельзя ничего, а проиграть можно очень много. Юрий Петопавлович у нас был на прямой связи и помощник его депутата. Спасибо большое.